МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый проект, уверен президент, должен обеспечивать в конечном итоге повышение достатка, благополучия в семьях. Неважно, город это или отдаленное село. Хорезм. Немало проектов здесь осуществляется. Но насколько они действенны? Вопрос вновь во главе угла. Отдаленный Ханкинский район первым посетил глава государства. Детально знакомился с тем, как реформируется на локальном уровне одна из важнейших сфер экономики – аграрный сектор. Вопросы продовольственной безопасности, учитывая глобальную ситуацию, выходят на первое место. Яркий пример нового подхода в работе – это сельскохозяйственное предприятие. Тепличный комплекс «Ред Стар Оксус», специализирующийся на круглогодичном выращивании овощей и зелени. К реализации проекта подошли основательно. Комплекс построили по голландским технологиям. Партнер – компания «Куба Гринхаус Проджект Би Ви». Это теплицы пятого поколения ультраклима с прецизионным контролем климата, экономичным энергопотреблением и вкусным урожаем. Примененными здесь технологиями и экономической отдачей подробно интересовался президент. Стоимость проекта прозвучала более 205 миллиардов сумм. Из них 5 миллиардов сумм – банковский кредит, 10,9 миллиона евро – зарубежный кредит и 2 миллиона евро – собственные средства. Подобные солидные объемы инвестиций, звучит в эти минуты, позволили приобрести и смонтировать, организовать весь производственный процесс на мировом уровне. Наша компания «Кубо» является производителем тепличной технологии уже более 75 лет. В 2006 году наша компания удалось разработать новые технологии под названием «Ультраклима». И с 2008 года мы начали к коммерческому уровню осуществлять реализацию проектов по всему миру. Наш нынешний проект, который находится в Хорезме, является первым проектом по Узбекистану. Тут в основном выращиваются огурцы и томаты. Уникальность нашей технологии – она обеспечивает высокую урожайность, очень высокое качество продукции. Первый этап проекта был завершен в феврале 2020-го. На площади в 7 гектаров началось выращивание продукции. Второй этап – на территории 8 гектаров планируют завершить в декабре 2021 года. Уже создано 75 рабочих мест. Еще 150 добавится после запуска второй очереди тепличного комплекса. Надира Каримова проживает в близлежащей Махале. Говорит, открытие данного современного предприятия изменило ее жизнь. Для нас запуск этого комплекса, признается, стала прекрасной возможностью получить стабильный источник дохода. А это, говорит наша собеседница, достаток в семье, благополучие, уверенность в будущем. Условия созданы хорошие, говорит Зилола Хаджиева, для всех работающих здесь девушек из нашей Махали. Раньше я тоже трудилась на большом предприятии, но после сокращения осталась без работы, отмечает собеседница. Рада, что теперь так развивается наш район, вводятся подобные предприятия. Мечтаю отучиться и стать агрономом в этой серии. До настоящего времени рассказали президенту, на этих высокопродуктивных площадях вырастили 425 тонн помидоров и 1000 тонн огурцов, а также болгарский перец, баклажаны и зелень. Товар отгрузили как на внутренней, так и на внешней рынке. Так чем же данный комплекс пятого поколения отличается от других теплиц? Тем, что обладает целым рядом преимуществ и компьютеризированной системой. Он аккумулировал в проектном решении лучшее гидропонное оборудование, позволяет производить конкурентоспособную, ориентированную на экспорт, экологически чистую, высококачественную сельскохозяйственную продукцию, соответствующую требованиям рынка. Комплексы пятого поколения, отметим, обладают существенными преимуществами. Это инновационные полузакрытые системы, построенные по технологии ультраклима. Их отличие от всех остальных в наличии специальных зон, которые служат для создания оптимального микроклимата в теплице. Позволяют существенно повысить урожайность. Преимущество ее заключается и в том, что теплый воздух, поднимающийся вверх, отбирается вентиляторами и снова подается на отопление по пластиковым рукавам. Расположенным под каждой грядкой. Этим обеспечивается высокая энергоэффективность. Агрегат с углеродным охлаждением поддерживает внутреннюю температуру теплицы на одном и том же уровне в течение всего года, без сезонного выбора. А еще информировали президента, для производства экологически чистой и высококачественной сельскохозяйственной продукции в теплице установлена система биологической безопасности, оснащенная самым современным оборудованием, позволяющая контролировать весь процесс от производства до загрузки готового продукта. Еще одно преимущество. Над грядками установлены специальные лампы с излучением, имитирующим солнечный свет, которые обеспечивают непрерывность фотосинтеза и способствуют высокой урожайности. К примеру, если в пленочных теплицах рассада томатов плодоносит в течение шести месяцев, то в теплицах пятого поколения вышеуказанной конструкции урожай можно собирать в течение года. Именно на эту особенность акцентировал внимание глава государства в ходе ознакомления. Сегодня продовольственная безопасность становится самым актуальным вопросом во всем мире. Глобальный рынок требует, чтобы сельскохозяйственная продукция поставлялась не только в сезон, а круглый год. Предприятие, способное на это, займет свое место на рынке. Это большой источник для рабочих мест и экспорта, сказал президент. Следует отметить, что в мире общая площадь теплиц с такой конструкцией, известных также как теплицы пятого поколения, составляют около 200 гектаров. Из них уже 7 гектаров в Узбекистане. Это предприятие драйвер. Чтобы таких теплиц становилось больше, необходимо заинтересовать больше предпринимателей, оказывать им всемирную помощь. Это будущее сельского хозяйства, хорезма, сказал президент. Подчеркнуто, важно сформировать на базе данного комплекса школу обмена опытом, обучать в ней предпринимателей. Первое требование к продуктам питания – качество. Поэтому у каждой теплицы должна быть своя лаборатория, свой бренд, отметил глава государства. Здесь же состоялась презентация дальнейшего развития сельского хозяйства. Представили президенту новые перспективные проекты, призванные обеспечить производство продукции с высокой добавленной стоимостью, а значит и доходы сельскохозяйственной отрасли в 2021 году. Презентовали их в разрезе районов. В списке – развитие садоводства, виноградарства, рисоводства, птицеводства, рыбоводства, тепличного хозяйства, семеноводства, шелководства, животноводства и других направлений. Информировали главу государства о том, как планируют развивать сети ирригации и мелиорации, за счет каких технологий намерены обеспечить экономию водных ресурсов. Отдельное внимание было уделено развитию в регионе рисоводства. Поставлена задача обеспечить справедливость системе выращивания риса, выделить населению на дело и посредством этого обеспечить людей работой, вывести малообеспеченных семей из бедности. Представлена также информация о результатах социологического исследования и диалога по изучению социального настроения молодежи Хорезовской области. Глава государства поручил разработать годовую программу реализации намеченных планов с учетом стремлений и способностей каждого представителя молодого поколения. Здесь же на примере Хорезовской области была представлена новая система противодействия преступности в Махалях. Озвучены предложения по формированию в семьях благоприятной атмосферы, как условия профилактики правонарушений.